Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание штаба по повышению устойчивости экономики на территории города. Традиционно рассмотрели ситуацию на рынке труда. Представители центра занятости населения озвучили статистику по безработице. В январе и июне текущего года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 8 310 человек. Что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень безработицы относительно численности населения составляет 0,57%. Большинство обратившихся в центры занятости – граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Во внутригородских районах ситуация примерно одинаковая. Самый низкий уровень безработицы в Куйбышевском районе. Беспокойство вызывает скрытая безработица, поскольку с середины марта некоторые предприятия и компании объявили простой. Или сократили рабочую неделю. На заседании предметно рассмотрели каждое предприятие, где происходит либо приостановка производства, либо высвобождение работников. Сотрудникам, а также предпринимателям оказывают поддержку на федеральном, региональном и местном уровнях. Объем грантовой поддержки был предоставлен 37 предпринимателям городского округа Самары на сумму более 13 миллионов рублей. Было подано всего 93 заявки, но какие-то заявки не соответствовали условиям. В беседе с предпринимателями услышали, что это очень весомая поддержка и очень востребована. Поэтому мы запланировали второй этап предоставления таких же грантов на третий квартал текущего года. Прием заявок на получение грантов планируют возобновить с августа. Участники совещания обсудили также ситуацию на продовольственном рынке, цены на продукты и создание дополнительных торговых мест для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. На начало года в Самаре работало 28 ярмарок, общее количество торговых мест – 1240. Дополнительно открылась ярмарка на мехзаводе на 40 мест. С конца мая заработала ярмарка на 200 мест в Куйбышевском районе. В середине июня выберут оператора еще для пяти торговых площадок. В апреле месяце у нас на территории городского округа Самара принят план первоочередных действий, где расписаны цели и задачи, определены ответственные исполнители и сроки. Естественно, мы рассматриваем, если возникают проблемные вопросы, то вносим коррективы. Но в целом план у нас реализуется достаточно успешно. План поддержки экономики предусматривает программные мероприятия до конца этого года. Городские власти работают во взаимодействии с областным штабом по поддержке экономики. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.